Сегодняшняя лекция, как это видно из названия, посвящена различным видам наказаний, дисциплинарной практике, ну и самый интересный раздел нашей лекции – это награды офицеров. Итак, офицеры могли подвергаться как дисциплинарным взысканиям, которые были связаны со спецификой службы, так и наказаниям по общеуголовному законодательству наравне с представителями других групп населения. Но нужно сказать, что основными дисциплинарными взысканиями всегда были выговоры. Это было также отрешение от должности, арест, причем это мог быть домашний арест или причастие на гауптвахте и другие. За более серьезные проступки офицер мог исключаться со службы, разжаловаться в рядовые, а за преступления невоенного характера он нес ответственность по общим правилам. Взыскания были обычно сопряжены с ограничениями по службе, обходом при присвоении следующего чина, назначении на должность по старшинству, получении очередных наград и так далее. Кроме того, занесенная в послужной список наложенных взысканий отдаляла срок награждения орденами за выслугу лет и знаком отличия беспорочной службы, а иногда и вовсе лишала права на эти награды. Суровость наказаний, которыми подвергались офицеры, во многом зависела от общих обстоятельств того или иного исторического периода. Но, разумеется, какие бы то ни было виды телесного наказания или иные наказания, которые могли унизить человеческое достоинство офицера, они были всегда исключены. И нужно сказать, что к середине XIX века уже сложилась практика дисциплинарных наказаний. Итак, к середине XIX века на офицеров могли налагаться следующие дисциплинарные взыскания. Это устные выговоры и замечания, а также сделанные в приказе и в собрании офицеров. Далее, это мог быть внеочередной наряд на службу. Далее, удаление от командования частью. Домашний арест или арест с содержанием на гауптвахте. И следующий вид наказания – это хождение пешком за фронтом во время похода. При этом аресты и отрешения от командования всегда оформлялись письменным приказом. Родные командиры и младшие штаб-офицеры могли право объявлять подчиненным им офицерам устные замечания. Полковые командиры – подвергать аресту штаб-офицеров на два, а обер-офицеров на пять суток. Бригадные командиры соответственно на три и семь суток и объявлять выговоры командирам полков. Начальники дивизии могли объявлять выговоры подчиненным им генералам и арестовывать полковников на трое суток, прочих штаб-офицеров на семь и обер-офицеров на четырнадцать суток, а также в важных случаях отрешать офицеров от должности. Командиры корпусов могли отрешаться от должности бригадных командиров. По приговорам военных судов офицеры могли подвергаться смертной казни, но это правило распространялось только на военное время. Они могли подвергаться также ссылке в каторжные работы с лишением всех прав состояния. Под правами состояния понимались сословные права, которые были присвоены им как дворянам. Они могли подвергаться ссылке в Сибирь на поселение, ссылке в отдаленные места империи, лишению чинов, знаков отличия и даже изгнание из армии, а также разжалованию в рядовыми. Причем здесь вот разжалование в рядовые могло сопровождаться лишением дворянства, могло быть и без лишения дворянства. Это могло быть заточение в крепость, арест на гауптвахте, исключение со службой от решения от должности, а также это могло быть денежное взыскание. Правом придания офицеров военно-полевому суду пользовались командиры отдельных корпусов и начальники отдельно действующих дивизий. 6 июля 1863 года было утверждено положение об охранении воинской дисциплины и взысканиях дисциплинарных, которым отменен существовавший ранее закон об увольнении офицеров от службы за дурное поведение по распоряжению начальства. Вместо этого создавались так называемые суды общества офицеров, которые отныне получили право изгонять из офицерского корпуса лиц, которые недостойны были носить военный мундир. Но нужно отметить, что вот это учреждение офицерских судов чести имело важнейшее значение для формирования чувства корпоративной гордости офицерства и его ответственности за охрану достоинства воинской службы. Этому суду подлежали обе офицеры, поступки которых не подпадали под действия военно-уголовных законов, но считались несовместимыми с понятиями о чести офицерского звания. На суд возлагался также разбор ссор между офицерами. Офицерские суды состояли из всех обе офицеров полка. Производство дознания возлагалось на совет посредников из пяти обе офицеров по одному каждого чина. И если совет находил обвинение справедливым, то с разрешения командира полка мог предложить обвиняемому подать в отставку в трехдневный срок. Суд созывался по распоряжению командира полка под председательством одного из штаба офицеров. Приговор выносился большинством голосов и представлялся по команде. Но причина увольнения в высочайшем приказе объявлялась только в том случае, если это признавалось необходимым самим обществом офицеров. В иных случаях причина не указывалась. Обжалованию приговор офицерского суда уже не подлежал. По новому положению максимальный срок домашнего ареста ограничивался двумя неделями, а ареста на гауптвахте месяцем. Офицеры могли также лишаться права своевременного производства в следующий чин. И полнотой власти в наложении дисциплинарных взысканий пользовался командир корпуса. За исключением того, что штаб офицеров мог подвергать аресту на гауптвахте только до двух недель и не днем более. Командир полка мог помимо выговоров и замечаний объявлять до шести очередных нарядов, удалять от должности ротных командиров, арестовывать штаб офицеров на три, а обер офицеров на семь суток. Командир роты мог помимо устных замечаний и выговоров объявлять офицерам два наряда вне очереди. По суду офицер мог быть подвергнут теперь и заключению в тюрьме гражданского ведомства с увольнением от службы. Осужденный к исключению из службы лишался всех орденов, кроме медалей за участие в войнах и походах. И приобретенных на службе преимуществ, кроме прав дворянства. Вот этих прав его лишить в этом случае не могли. Разжалование в рядовые также влекло за собой лишение орденов, и служебных преимуществ. То есть для того времени это наказание было достаточно суровым. По дисциплинарному уставу, который был утвержден в 1888 году, было отменено назначение офицера вовне очередные наряды, так как было признано, что исполнение офицером всякой службы есть исполнение священного долга и не может быть рассмотрено как наказание. Некоторому изменению подверглось также вот это положение об офицерском суде, в состав которого теперь непременно должны были избираться лица старших чинов, не менее одного капитана и одного штаба офицера на полк. На повышение понятия о воинской чести и достоинстве офицерского звания был направлен закон, который увидел свет в 1894 году о поединках в офицерской среде, согласно которому следственные дела о таких поединках могли оканчиваться без направления их в общем судебном порядке. Число офицеров, которых давали под суд, было в общем весьма незначительно, если взять соотношение количества судимых офицеров к их общей численности за соответствующие годы. Так, например, в 1825-м, в 1850-х годах один подсудимый в среднем приходился на 213 офицеров. Ну, в общем-то, эта цифра достаточно незначительна. В последующие годы количество офицеров на одного судимого составляло следующее. В 1850-м на 207 офицеров приходился один судимый. В 1851-м на 166 офицеров приходился один судимый. В 1852-м на 163 офицера. И так далее. То есть, если приводить ряд вот этих цифр, то можно увидеть, что действительно число судимых офицеров было невелико. То есть, оно было незначительно. То есть, в среднем получается, что вот с 1881-го по 1885-м в среднем на один подсудимый приходился на 222 офицера. Ну, и в начале 20-го века вот это количество сначала немножко увеличилось, потом оно опять упало. Ну, в общем-то, это было, опять же, совершенно незначительное число людей. То есть, это примерно 0,6-0,8% судимых офицеров от общего их числа. Согласитесь, цифры эти достаточно незначительные. Ну, наиболее частой причиной отдачи офицеров под суд были поступки, которые были связаны со службой. В первой половине 19-го века примерно одну треть преступлений по должности, вот именно это было причиной отдания офицеров под суд. Это одна треть преступления по должности. Одна треть – это было уклонение от службы. Одна четверть – дерзость против начальства, неповиновение, нарушение чинопочитания. И одна шестая – это растрата и утрата казенного имущества. Таким образом, и в эти годы подавляющее большинство преступлений, они все-таки были служебного характера. А общая уголовная преступность среди офицеров была крайне незначительна, и она постоянно снижалась, если посмотреть статистику того периода. То есть в последние четверти 19-го века, если мы посмотрим на данные, то мы увидим примерно ту же картину. Из числа офицеров, которые были преданы суду, значительная часть оправдывалась. В редких случаях офицеры освобождались от суда по всемилостивейшим манифестам. Это когда признавались особые заслуги и так далее. Или оставлялись в подозрении. Вот эта формула применялась в том случае, когда было недостаточно улик для того, чтобы офицера можно было осудить. Или подвергались церковному покаянию. Церковное покаяние налагалось как наказание в том случае, если это были незначительные проступки нравственного характера. Ну и примерно ту же картину мы видим на флоте. В 20-м веке относительная частота применения тех или иных наказаний принципиально не отмечалась от той системы, которая установилась в 70-е годы 19-го столетия. На протяжении десятилетий число офицеров, которые были подвергнуты серьезным наказанием, ну, таким, например, которые были связаны с лишением свободы или со ссылкой, оно оставалось очень невелико и обычно не превышало 2-3 случаев в год. И даже краткосрочные аресты с содержанием на гауптвахте или в арестантских отделениях исчислялось несколькими десятками случаев. Это лишний раз свидетельствует о том, что уровень ответственности и нравственности поддерживался в среде офицерского корпуса на достаточной высоте. Ну, теперь это все, что касается дисциплинарной практики наказаний офицеров. И теперь мы перейдем к следующей части нашей лекции, которая касается наград офицеров. Ну, или системы офицерских наград. Вообще нужно сказать, что вот эта сама система офицерских наград, она формировалась достаточно долго. Она менялась время от времени. То есть какие-то награды вводились, какие-то исключались. Но окончательно она сформировалась к середине 19-го столетия. Хотя и потом в эту систему вносились некоторые изменения. Офицеры награждались следующим чином, орденами, медалями, офицерскими крестами, знаками отличия беспорочной службы. Это были также награждения золотым оружием, подарками, какими-то денежными суммами, арендами. А также им могла объявляться высочайшая благодарность. Однако в разные исторические периоды отдельные виды наград могли иметь большее или меньшее распространение. В начале 18-го века преимущественной формой наград, помимо производства в следующий чин, которое практиковалось во все периоды существования русской армии, было награждение офицеров медалями за участие в отдельных боях. Офицерские медали обычно соответствовали солдатским, но изготавливались из более дорогого материала. После смерти Петра I традиции награждения медалями прерываются почти на 3,5 десятилетия, но во второй половине 18-го века снова получают достаточно широкое распространение. Орденами офицеров первой половины 18-го века практически не награждались за исключением генералитета. Два имевшихся ордена, Андрея Первозванного и Александра Невского, были наградами очень высокого ранга. Бутовало также награждение портретами Петра I, которое было украшено драгоценными камнями. Во второй половине 18-го века, в 70-х годах, распространилось награждение орденами и близкими к ним по значению золотыми офицерскими крестами за конкретные сражения. В начале 19-го века эта традиция прекратилась, то есть она существовала относительно недолгий период. К началу 19-го века награждение орденами, к тому времени их было уже несколько, превращается в один из основных видов офицерских наград. Офицерские медали к этому времени, как правило, не чеканятся. Офицеры награждаются теми же медалями за войны и сражения, что и остальные военнослужащие. И постепенно упорядочивается и приводится в систему и поощрение другого вида. Прежде всего, это были поощрения материального характера. Это были ценные подарки, деньги и аренда. Награждение офицеров, которые находились на службе, осуществлялось только по представлению их непосредственного начальства. При этом обращали внимание на то, чтобы офицер не получал дважды одну и ту же награду. Для чего? С 1802 года при представлении к награде следовало указывать, какие награды уже имеются у данного офицера. И представление осуществлялось один раз в год, в первых числах декабря. Запрещалось представление к наградам людей, которые состояли под судом. Никто не смог, не мог сам просить награды. То есть к наградам могли только представлять вышестоящие руководители. По правилам 1815 года, о награждении во время войны, чинами и орденами, в представлении требовалось указывать, какие у данного офицера имеются награды, какие подвиги он совершил, был ли ранен, и в какой именно награде представляется. Если представлялся разжалованный, то прилагался его послужной список и конфирмация или документ, в котором указывались причины разжалования. Наградные списки составлялись по полкам, бригадам, дивизиям, причем сначала шли пехотные полки, затем егерские, кавалерийские и артиллерия. Штабы соединений помещались в конце соответствующих списков. Внутри списков офицеры располагались по старшинству чинов, то есть в документах всегда был полный порядок. И если император находил, что действия, представленных к следующему чину или ордену офицеров, не выходили за пределы добросовестного выполнения служебных обязанностей, то взамен получения ордена могло объявляться монаршее благоволение. В 1840 году обращено внимание на то, что выслуга установленного срока со дня последней награды и другие подобные правила награждения есть только второстепенные условия для получения ордена и не могут быть основанием для представления к нему, равно как и добросовестное выполнение поручений, которые не выходят за пределы круга должностных обязанностей. И ордена полагалось и спрашивать только за особые отличия или заслуги, которые и должны были подробно описываться в представлении. С 1826 года представление наградам положено было делать один раз в году после инспекторских всмотров, за исключением особых случаев. Существовало также положение, по которому офицеры были занесены в формулярные списки взыскания, или штрафы. После трех лет безупречной службы они могли представляться к снятию их с исключением из формулярного списка. Однако в 1837 году, поскольку проступок единожды сделанный, уничтожить невозможно, и показывать не находившимся в штрафах того, кто сему подвергался, несообразно с истинную, так написано в документе того времени, было предписано, из списка взысканий не исключать, но в виде награды возвращать преимущества, которые терялись лицом подвергнувшимся взысканию. Награды жаловались в порядке постепенности, от низших степеней орденов и более младших орденов к высшим степеням и более старшим орденам. Существовало также положение, по которому, за исключением боевых подвигов, для получения следующей награды должно было пройти не менее двух лет со дня получения предыдущей. А если за это время был получен следующий чин на вакансию, то и три года. Это относилось к наградам любого рода, чинам, подаркам, орденам и другому. По утвержденному в 1859 году положению о наградах по службе предусматривалось восемь видов наград. Высочайшее благоволение, чины, ордена, назначение аренд и пожалование земель, подарки от высочайшего имени, единовременные денежные выплаты, перевод в гвардию и другие части войск, которые имели преимущество в чинах, а также золотое оружие. Междонаградной список оставлен был в два года, но он не применялся в случае получения чина за выслугу лет и на вакансию, а также ордена по статусу, то есть за конкретное отличие, предусмотренное статусом, или статусом, как сейчас говорят, данного ордена и боевых наград. Следующий чин в виде награды за отличие по службе можно было получать по выслуге в предыдущем обер-офицерам 3, штаб-офицерам 5 лет, а за особое отличие 2 и 3 года соответственно. За боевые подвиги в составе части это 1 и 2, двух лет, а за личные подвиги без срока, но из полковников в генерал-майоры только по высочайшему усмотрению. Перевод офицеров в гвардию в качестве награды применялся только за военные заслуги. За служебное отличие в мирное время переводились только офицеры артиллерии, которые служили в технических артиллерийских заведениях и офицеры образцовых войн. Но в дальнейшем положение 1859 года подвергалось некоторым изменениям. В частности, в 1862 году отменены награды за неимение в части бежавших солдат. Была даже такая награда. С 1874 года наградной список увеличился с двух до трех лет и одновременно введена пропорция награжденных к общему числу офицеров части. При этом существовало четыре вида нормы. Для центральных и штабных управлений, а также всех генералов это соотношение составляло 1 к 6, для офицеров 1 к 20, для военных чиновников, для специальных подведомственных учреждений, специальных войск 1 к 12 и 1 к 40, для прочих подведомственных учреждений и полевых войск 1 к 24 и 1 к 40, для лиц военно-учебной службы 1 к 8 и 1 к 18. Офицеров, которые занимали должности должности военных чиновников, производить на отличие в следующий чин можно было только в том случае, если новый чин не был по классу старше положенного для этой должности, то есть желавших повышения переводили в строй или отчисляли от должности с зачислением по армии. А строевые офицеры могли повышаться в чине за отличие, даже если в этом случае образовывался сверхкомплект офицеров данного чина. Полковников, которых назначали на генеральские должности, в 1893 году повелено было предоставлять к производству в чин генерал-майора по выслуге междунаградного срока за счет нормы наград. Генералов с 1883 года не разрешалось включать в дополнительные награждения по нормам, ибо днем их награждения определено было 30 августа, то есть один раз в год, и вне правил они могли награждаться в любое время. В 1893 году определен порядок отчета старшинства или срока к следующей награде за личный подвиг со дня совершения, за отличие во время войны со дня подписания грамоты императором или указы его капитулу орденов и пожалований орденов. Если пожалование состоялось после войны, то считали срок со дня ее окончания. Еще в 1886 году представление по всем наградам для того, чтобы быть представленным по всем наградам была выработана единая форма наградного листа, которая включала следующие графы. Первая графа это должность, чин, имя, отчество и фамилия. Вторая графа когда родился, число, месяц, год. Третья графа из какого звания происходит. Четвертое, где воспитывался и где оканчивал курс. Пятое, вероисповедание. Шестое, сколько времени в офицерском звании, настоящем чине и должности. Седьмое, какие имеют ордена и знаки отличия беспорочной службы и когда ими награжден. Восьмое, сколько получают в год сжалования и прочего содержания. И, наконец, девятое, был ли под судом в штрафах и когда, за что именно и чем дело кончено. Еще там были два раздела, в одном из которых указывалось, когда и какую получил последнюю награду. И в следующем разделе было представлено мнение начальников по представлению. Ну, теперь мы рассмотрим, какого же рода ордена существовали в то время в российской армии. Итак, офицеры в России награждались орденами Андрея Первозванного, Александра Невского, Белого Орла, Георгия, Анны и Станислава. При этом первые три ордена, то есть это Андрея Первозванного, Александра Невского и Белого Орла, они имели только одну степень, а остальные по четыре степени. И награжденные носили знаки орденов. Под знаками орденов понимались кресты, а кавалеры первой степени носили также звезды. К орденам Андрея Первозванного, Александра Невского и Анны первой и второй степеней в качестве дополнительной награды могли жаловаться также алмазные украшения. А в 1828 по 1874 к орденам Анны первой и второй степени и Станислава второй степени также прилагались изображения императорской короны. К орденам Владимира четвертой степени и Анны третьей степени, которые были получены за боевые заслуги, полагался банд. А середины XIX века ко всем орденам, которые были получены за боевые заслуги, присоединялись два скрещенных меча. До 1870 года при получении более высокой степени ордена знак более низкой степени не носился. Но если знак младшей степени был получен за боевое отличие, то, чтобы указать на его наличие, мечи такого ордена присоединялись к знаку старшей степени, но проходили не через центр, а располагались в верхнем луче креста или в верхней части звезды. С 1870 года все ордена с мечами продолжали носиться и при наличии старших степеней. Знаки, то есть кресты, первые степени носились на широкой ленте через плечо. Андрея Первозванного на голубой ленте, Александра Невского на красной, Белого Орла на синий, Георгия черно-желтой, Владимира красный с широкими черными полосами по краям, Анны красной с тонкими золотыми полосками по краям. Звезда всегда носилась на левой стороне груди, но ордена Анны носились на правой стороне, то есть здесь существовали вот такие жесткие очень правила. Но орденская система в России вообще прошла несколько этапов в своем развитии. Два высших ордена появились в первой четверти XVIII века. Первый орден святого апостола Андрея Первозванного был учрежден Петром I еще в 1698 году. Что представлял собой этот орден? Ну, сейчас вы видите звезду ордена святого Андрея Первозванного. Но если брать знак ордена, то вот как вы видите на слайде, он представлял собой косой Андреевский крест, голубой эмали, наложенный на черного орла, то есть на государственный герб. Девиз этого ордена за веру и верность. Этот орден навсегда оставался высшим орденом империи, то есть за все время его существования его получили немногим более тысяч человек. Орденом святого Александра Невского, который был учрежден в 1725 году, впервые первые награждения были произведены после смерти Петра Екатериной Первой. Это был второй по значению орден после Андрея Первозванного. Сейчас на слайде вы видите звезду ордена святого Александра Невского. Знак ордена это красный крест, как вы видите на слайде, с золотыми орлами между лучами и изображением святого Александра Невского в центре. Девиз за труды и отечество. Вот этот орден задумывался как чисто военный орден, но так получилось, что с самого начала он стал выдаваться и гражданским лицам. Оба этих ордена вручали лишь высшим чинам. Следующий орден был связан с учреждением при Екатерине Второй двух орденов для награждения чинов всех рангов. В 1769 году учрежден военный орден святого великомученика и победоносца Георгия. Вот сейчас на слайде вы видите звезду ордена Святого Георгия. Знак ордена представлял собой белый эмалевый крест с изображением в центре Святого Георгия. Ну, здесь вы видите тот же самый орден, но с лентой. Вот вы видите она желтого цвета, такого насыщенного желтого цвета, цвета охры, с черной полоской посредине. Девиз этого ордена за службу и храбрость. И в отличие от других орденов, звезды которых были восьмиконечные, орден Георгия имел четырехконечную звезду. Вот сейчас на слайде вы это видите. И вообще он стоял особняком среди российских орденов. Вот это чисто военный орден, которым награждались только офицеры и только за выдающиеся боевые подвиги. Поэтому в отличие от других орденов он не имел бонтов и мечей, которые указывали бы на военный характер заслуг награжденного. Он считался самой почетной наградой в России. Первую степень ордена имели за все время только 25 человек, в числе которых все выдающиеся русские полководцы. Очень редки были награждения второй и третьей степени этого ордена. Теперь рассмотрим следующие ордена. Орден святого равноапостольного князя Владимира был учрежден в 1782 году. Предназначался он как для военных, так и для гражданских чинов. Ну, вот сейчас на слайде вы видите звезду ордена святого Владимира. Знак этого ордена представлял собой красный эмалевый крест с изображением святого Владимира в центре, девиз ордена польза, честь, слава. Орден четвертой степени, если он был получен за боевые заслуги, выдавался с бантом. Первым такой орден получил в 1788 году известный русский полководец адмирал Синявин. Но нужно сказать, что вот в самом конце 18 века, а именно в 1797 году Павел I отменил награждение орденами Георгия и Владимира. И в этом же году в орденскую систему был окончательно введен орден святой Анны. Этот орден пришел из-за границы и имел тем не менее русское происхождение. Его учредил Карл Фридрих, герцог и учрежден этот орден был в 1735 году в память своей незадолго до этого умершей жены Анны Петровны. Анна Петровна была дочерью Петра I. И награждения орденом стали эпизодически практиковаться уже с 40-х годов 18-го столетия после прибытия в Россию наследного принца будущего Петра III. Что же представлял собой этот орден? Вот сейчас вы видите звезду этого ордена это звезда ордена святой Анны. А знак ордена орденский знак это красный крест с золотыми украшениями между лучами. И здесь нужно отметить что появился еще после этого через какое-то время появился еще один орден. В 1798 году началось награждение еще одним орденом это орден святого Иоанна Иерусалимского он был выполнен в виде белого мальтийского креста это произошло в связи с принятием Павлом первым звания великого магистра этого ордена но со смертью Павла награждением было прекращено а затем запрещено было носить знаки этого ордена ну и наконец вот еще существовали два ордена которые были введены в российскую орденскую систему в 1831 году это были польские ордена орден белого орла и орден святого Станислава ну сейчас на слайде вы видите звезду ордена белого орла что же представлял собой знак ордена белого орла вот сейчас вы видите его на слайде вообще-то очень красивый орден и представлял он собой красный крест с белой каймой и раздвоенными концами и изображался также белый орел который был наложен на двуглавого российского гербового орла с большой императорской короной сверху итак сейчас на нашем слайде вы видите орден знак ордена святого Станислава это красный эмалевый крест с раздвоенными концами и золотыми двуглавыми российскими орлами между лучей вот обратите внимание орден вообще очень красивый из 1812 года главнокомандующий армии получил право самостоятельно награждать за важнейшие подвиги орденами Владимира 4 степени и Анны 2 и 3 степени награждение орденом Георгия 4 степени производилось по согласию думы которая собиралась из наличных в дивизии георгиевских кавалеров после обсуждения кавалерской думы подвигов представляемых к этому высшему военному ордену офицеров грамота на орден передавалась командованием высочайшее утверждение которое следовало в виде рескрипта вообще рескрипты которые выдавались награжденным орденами и золотым оружием в случае утери могли заменяться состоящим на службе они выдавались капитулом орденов через военного министра а отставникам уже непосредственно капитулом после смерти кавалера орденские знаки должны были немедленно отсылаться в капитул с указанием даты кончины награждение высшим орденом святого Георгия в 1801 году было вновь возобновлено оно осуществлялось по статуту или по личному усмотрению императора за боевые заслуги однако орден Георгия четвертой степени в 1801 по 1855 годы мог выдаваться и за выслугу 25 лет беспорочной полевой службы причем из этого срока исключалось время нахождения в отпусках на некоторых нестроевых должностях в гарнизонных частях в мирное время и тому подобное но в общем-то для того чтобы получить этот орден в представлении были также и некоторые другие ограничения в 1816 году предписано чтобы внешний вид ордена Георгия за 25 лет выслуги отличался от полученного за боевые заслуги надписью 25 лет орден святого Владимира который был упразднен а потом восстановлен одновременно с орденом Георгия который был получен за военные подвиги в этих случаях он давался с бантом для ношения в петлице сокращал на 3 года 25-летнюю выслугу к ордену Георгия лица которые были хотя бы один раз не аттестованы к повышению в чине вносились в списки представляемых к орденам Георгия и Владимира только с особого высочайшего разрешения но орден святой Анны был в 1815 году разделен вместо трех на 4 степени первая степень это ношение ленты через плечо со звездой второй для ношения на шее помните рассказ Чехова Анна на шее третья степень для ношения в петлице и наконец четвертая степень для ношения на шпаге этот орден давался как и орден Владимира и за военные подвиги и за выслугу 25 лет и причем в последнем случае представление шло через военную коллегию офицеры русской армии которые были награждены иностранными орденами имели право их носить с высочайшего разрешения но и спрашивать ордена у иностранных держав минуя российское правительство категорически запрещалось но в 1823 году было предписано провести регистрацию офицеров которые имели прусские ордена после войны 1813-14 года таких было довольно много и после смерти их отсылать вот эти ордена отсылать в инспекторский департамент военного министерства по правилу 1827 года офицеры которые были награждены иностранным орденом и другими знаками отличия доносили об этом по команде и спрашивали высочайшее разрешение на ношение порядок награждения русскими орденами по представлению начальства с утверждением монархам привинялся для всех степеней этих орденов кроме первой святого владимира первой и второй пожалование высших степеней орденов осуществлялось только по личному усмотрению императора и представлять к ним ни один начальник права не имел к высшим орденам в качестве дополнительной самостоятельной награды могли жаловаться также алмазные знаки ну теперь мы можем посмотреть что собой представляли ордена которые вот помимо тех что мы уже с вами видели что могли собой представлять ордена которые которыми награждались офицеры итак вот сейчас на нашем слайде мы видим звезду ленту и знак ордена святого иоанна иерусалимского ну как уже говорилось вот этим орденом этот орден был учрежден при павле первом но после его смерти он был отменен и носить вот этот знак было запрещено далее сейчас вы видите звезду ордена святого владимира с мечами то есть как вы помните мы с вами уже говорили о том что вот этот знак мечи прилагался к звезде ордена в том случае если этот человек получал орден за боевые награды что же касается знака ордена то вот сейчас вы видите его на своем рисунке то есть это красный эмалевый крест тоже с мечами что говорило о том что орден был получен за военные награды следующий орден это знак ордена святого Станислава с мечами то есть вот он мог быть двух видов с мечами и без мечей вот в данном случае указывается что этот орден мог жаловаться для офицеров которые которым он представлялся для за боевые заслуги а сейчас на слайде знак ордена святой Анны с мечами знак этого ордена вот сейчас вы видите на слайде там тоже присутствует ну во-первых императорская корона и присутствуют мечи то есть это красный эмалевый крест в середине изображение святой Анны ну и два скрещенных меча говорят о том что этот орден жаловался за боевые заслуги сейчас вы видите знак ордена святого Станислава с императорской короны как вы видите знак ордена этого был очень интересен он очень красивый наличие короны говорит о том что он жаловался за боевые награды и наконец сейчас вы видите звезду и знак ордена святого Владимира с обозначением что предыдущая степень была получена за военные заслуги и вот таким образом перед вами прошли ну практически все ордена ну и я рассказала о том каковы же были правила их получения и ношения этих наград ну на этом содержательная часть нашей лекции завершена я благодарю вас за внимание